Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу показать свой кизил. Оказывается, в Белгородской области можно вырастить кизил. Хотя он считается южным деревом. Вот это вот дерево, ну, как куст дерева. Он у меня лет 8 и не давал плодов. Ну, потом я начала читать про него, что же он такой капризнуля. Оказывается, он в одиночку не растет, то есть он не самоопыляемый. Поэтому ему нужен еще друг или подружка. Вот. И в прошлом году я осенью купила два тоже еще сорта. Этот сорт я не знаю, как называется. Вот. Купила два сорта еще себе, два кустика кизила. И в этом году вот этот большой куст у меня зацвел. Вот. Опять-таки я прозевала. Не знала, что это его цветы. Он цветет так же, как и абрикос, еще не выдавая, не выпуская листочков. Были заморозки. Мне пришлось его закутывать тканью, чтобы, ну, как бы, сохранить этот цвет. Ну, и все-таки мне удалось. Сейчас я вам покажу несколько ягодок, которые вот мне тут, конечно, не очень удобно. Ну, вот он, вот он, вот, видите, вот он, он висит, мой кизил. Сейчас я его хочу уже сорвать, потому что я так думаю, что он уже поспел. Ну, вот больше как бы и вот там вот тоже есть. Видите, под листами, под листами. Ну, в этом году я его, конечно, обрежу как следует. Но теперь я понимаю, что он плодоносит. И буду надеяться, что он у меня будет и на следующий год. Ну, теперь буду его беречь. Сейчас покажу те маленькие кустики, которые посадила в прошлую осень. Вот такой вот маленький-маленький кустик. Ну, он подрос, дал прирост несколько вот. Ну, слабо он растет, потому что тот куст у меня тоже рос 8 лет. Ну, будем надеяться, что вот они перезимовали. Это вот один кустик, сейчас я другой вам покажу. Вот эти вот малепуськи, виновники, что тот зацвел и дал нам плоды. Вот такой вот, этот побольше. Я покупала в нашем Тамаровском питомнике. Вот выращивают наши люди. Вот он такой чуть побольше. Ну, тоже дал прирост, вот видите. Ну, будем надеяться, что мы на следующий год... Ну, с этих, конечно, маленьких кустиков не получим. А вот с большого мы, наверное, все-таки дождемся. Много плодиков. Потому что он очень вкусный, компот бесподобный. Варенье с него. Когда мы жили на Кавказе, мы ездили в горы. В горах его очень много, кизила дикого. И собирали. Ну, вот будем надеяться, что Белгородчина тоже нас не подведет. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. С вами Марина Матвеева. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.